В Сиреневой Сторожке. Глава первая. Необыкновенное приключение с мистером Джоном Скотт Экласом. Я читаю в своих записях, что было это в пасмурный и ветреный день в конце марта 1892 года. Холмс, когда мы с ним завтракали, получил телеграмму и тут же за столом написал ответ. Он ничего не сказал, но дело видно, не выходило у него из головы, потому что потом он стоял с задумчивым лицом у огня, куря трубку и все поглядывал на телеграмму. Вдруг он повернулся ко мне с лукавой искрой в глазах. Полагаю, Уотсон, мы вправе смотреть на вас, как на литератора, сказал он. Как бы вы определили слово «дикий», «первобытный», «неприрученный», затем «странный», «причудливый», – предложил я. Он покачал головой. «Оно заключает в себе кое-что еще», – сказал он. «Скрытый намек на нечто страшное, даже трагическое. Припомните иные из тех рассказов, посредством которых вы испытывали течение публики. И вы сами увидите, как часто под диким крылась преступная. Поразмыслите над этим делом рыжих. Поначалу оно рисовалось просто какой-то дичью, а ведь разрешилось попыткой самого дерзкого ограбления. Или эта дикая история с питью апельсиновыми зернышками, которая раскрылась как заговор убийц. Это слово заставляет меня настораживаться. «А оно есть в телеграме?» Он прочитал вслух. «Только что со мной произошла совершенно дикая, невообразимая история. Не разрешите ли вы с вами посоветоваться?» Сколд Экл, Чарлинг Кросс, почтант. «Мужчина или женщина?» – спросил я. «Мужчина, конечно. Женщина никогда бы не послала телеграммы с оплаченным ответом. Просто приехала бы». «Вы его примете?» «Дорогой мой отец, вы же знаете, как я скучаю с тех пор, как мы посадили за решетку полковника Корузерса. Мой мозг, подобно перегретому мотору, разлетается на куски, когда он не подключен к работе, для которой создан. Жизнь – сплошная пошлость. Газеты, отвага, романтика – они выхолочены этим, как будто навсегда ушли из преступного мира. И вы еще спрашиваете, согласен ли я ознакомиться с новой задачей? «Хотя бы она оказалась потом самой заурядной, но если я не ошибаюсь, наш клиент уже здесь». На лестнице послышались размеренные шаги. И минутою позже в комнату вошел высокий, полный седоусый и торжественно благопристойный господин. Тяжелые черты его лица и важная осанка без слов рассказывали его биографию. Все от гетер до золотых его очков провозглашало, что перед нами консерватор, верный сын церкви, честный гражданин, здравомыслящий и в высшей степени приличный. Но необыденное происшествие, как видно, возмутило его прирожденное спокойствие и напоминало о себе взверошенной прической, горящими сердитыми щеками и всей его беспокойной, возбужденной манерой. Он немедленно приступил к делу. «Со мной произошел очень странный и неприятный случай. Мистер Холмас, – сказал он, – никогда за всю свою жизнь я не попадал в такое положение. Такое? Непристойное, оскорбительное. Я вынужден настаивать на каком-то разъяснении». Он сердито отдувался и пыхтел. «Садитесь, мистер Скотт Эглес». «Прошу, – сказал успокоительно Холмас. – Прежде всего, позвольте спросить, почему вообще вы обратились ко мне?» «Понимаете, сэр, дело тут явно такое, что полиция, оно не касается. И все же, когда вы узнаете все факты, вы, конечно, согласитесь, что я не мог оставить это так, как есть. На частных сыщиков, как на известную категорию, я смотрю неодобрительно. Но тем не менее, все, что я слышал о вас, – ясно. А во-вторых, почему вы не пришли ко мне сразу? Позвольте, как вас понять?» Холмас поглядел на часы. «Сейчас четверть третьего, – сказал он. – Ваша телеграмма была отправлена в час дня. Между тем, посмотрев на вашу одежду и на весь ваш туалет, каждый скажет, «Что, нелады у вас начались с первой же минуты пробуждения?» Наш клиент провел рукой по своим нечесанным волосам, по небритному подбородку. «Вы правы, мистер Холмс. Я и не подумал о своем туалете. Я рад был уже и тому, что выбрался из такого дома. А потом я бегал наводить справки, и уж только после этого поехал к вам. Я обратился, знаете, в земельное агентство, и там мне сказали, что мистер Гарсия платит аккуратно, и что с сиреневой сторожкой все в порядке. А потом я бегал наводить справки, и уж только после этого поехал к вам». «Позвольте, сэр», – рассмеялся Холмс, – «вы совсем как мой друг, доктор Ордсон, который усвоил себе скверную привычку вести свои рассказы не с того конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и изложите мне в должной последовательности само существо тех событий, которые погнали вас, не чесанного, в непочищенном платье, в застегнутых насквозь гетрах и жилете, искать совета и помощи. Наш клиент сокрушенно оглядел свой не совсем благопристойный туалет. Что и говорить, мистер Холмс? Это должно производить неприятное впечатление, и я не припомню, чтобы когда-нибудь за всю мою жизнь мне случилось показываться на людях в таком виде. Но я расскажу вам по порядку всю эту нелепую историю. И, прослушав меня, вы, я уверен, согласитесь, что у меня есть достаточное оправдание. Но его прервали, не дав даже начать рассказ. В коридоре послышался шум. И миссис Хадсон, отворив дверь, впустила к нам двух крепких военные осанки мужчин, одним из которых оказался наш старый знакомец, инспектор Грексон из Сколтон-Ярда. Энергичный, храбрый и при некоторой ограниченности все же способный работник сыска. Он поздоровался с Холмсом за руку и представил ему своего спутника, полицейского инспектора Бэйнса из графства Суры. Мы вместе идем по одному следу, мистер Холмс. И он привел нас сюда. Он навел свой бульдожий взгляд на нашего посетителя. Вы, мистера Джона Скоттон-Этлс из Поппенхауса в Ли, он самый. Мы вас разыскиваем с раннего утра. И нашли вы его? Конечно. По телеграмме, сказал Холмс. Точно, мистер Холмс. Мы напали на след на почтанте. И вот явились и сюда. Но зачем вы меня разыскиваете? Что вам от меня нужно? Нам, мистер Скотт-Этлс, нужно получить от вас показания о событиях, которые привели этой ночью к смерти господина Гарсии, проживавшего в сиреневой сторожке под Эшером. Наш клиент, застывшим взглядом, выпрямился в кресле, и вся краска сбежала с его изумленного лица. Умер он? Вы говорите, умер? Да, сэр. Он умер. Но отчего? Несчастный случай? Убийство. Самое несомненное убийство. Боже правый! Это ужасно! Вы не хотите сказать, не хотите сказать, что подозрение падает на меня? Боже правый! Это ужасно! В кармане убитого найдено ваше письмо, и мы таким образом узнали, что вчера вы собирались приехать к нему в гости и у него заночевать. Я так и сделал. Ага! Вы так и сделали? Инспектор достал свой блокнот. Минуту, Грексон, вмешался Холмс. Все, что вам нужно, это просто снять показания. Не так ли? И я обязан предупредить мистера Скотт Элса, что они могут послужить свидетельством против него же. Когда вы вошли сюда, мистер Окос как раз и собирался рассказать нам об этом. Думаю, Отсон, коньяк содовый ему не повредит. Я предложил бы вам, сэр, не смущаться тем, что слушателей стало больше и вести свой рассказ в точности так, как вы его вели, если бы вас не прервали. Наш посетитель залпом выпил свой коньяк и краска снова проступила на его лице. Сомнением покосившись на инспекторский блокнот, он сразу приступил к своим необычайным показаниям. Я холост, объявил он. И так как человек я по натуре общительный, у меня широкий круг друзей. В числе моих друзей я могу назвать и семью одного отошедшего отдела пивовара, мистера Мелвила, проживающего в Кенстене, в собственном доме. За их столом я и познакомился недели три тому назад с молодым человеком по фамилии Гарсия. Родом он был, как я понимаю, испанец и был как-то связан с посольством. Он совершенствовал дел английским языком, обладал приятными манерами и был очень хорош с собой. Я в жизни своей не видел более красивого мужчины. Мы как-то сразу подружились. Этот молодой человек и я, он как будто с самого начала проникся ко мне с симпатией. И на второй же день после того, как мы с ним познакомились, он навестил меня в Ли. Раз навестил, другой, потом, как водится, и сам пригласил меня к себе погостить у него в сиреневой сторожке, что между Эшером и Окштам вчера вечером я и отправился, следуя этому приглашению в Эшер. Приглашая, он расписывал мне, как у него поставлен дом. По его словам, он жил с преданным слугой, своим соотечественником, который его избавил от всех домашних забот. Этот слуга говорит по-английски и сам ведет все хозяйство. И есть у него, сказал он, удивительный повар Мулат, которого он выискал где-то в своих путешествиях и который умеет подать гостям превосходный обед. Помню, он еще заметил, что и дом его, и этот штат прислуги покажутся мне необычными. Не каждый день встретишь подобное в английском захолустье. Я с ним согласился, но все же они оказались куда более необычными, нежели я ожидал. Я приехал туда, это за Эшером, мили две к югу. Дом довольно большой, стоит немного в стороне от шоссе. Подъездная дорога идет полукругом через высокий кустарник, вечно зеленый. Старожка оказалась старым, обветшалым строением, до нельзя запущенным. Когда Шарабан прокатил по заросшей травой подъездной дороге, остановился перед измызганной в дождевых подтеках дверью, меня взяло сомнение, умно ли я поступил, приехав в гости к человеку, с которым так мало знаком. Он, однако, сам отворил мне дверь, поздоровался со мной очень радушно. Меня припоручили слуги угрюмому чернявому субъекту, который, подхватив мой чемодан, провел меня в мою спальню. Все в этом доме производило гнетущее впечатление. Мы обедали вдвоем, и хотя мой гость, хозяин, старался как бы занимать меня разговорами, что-то, казалось, все время отвлекало его мысли, и говорил он так туманно и бессвязно, что я с трудом его понимал. Он то и дело принимался постукивать пальцами по столу, грыз ногти и выказывал другие признаки нервозности, нетерпения. Сам по себе обед приготовлен был очень неважно, да и сервировал неумело, а присутствие мрачного, молчаливого слуги отнюдь не оживляло его. Смею вас уверить, мне не раз в течение вечера хотелось изобрести какой-нибудь благоприличный предлог и вернуться в Лим. Одна вещь приходит мне на память, возможно, имеющая отношение к этому делу, по которому вы, джентльмены, ведете расследование. В то время я не предал ей значение. К концу обеда слуга подал хозяину записку. Я обратил внимание, что, прочитав ее, хозяин стал еще более рассеян и странен, чем раньше. Он перестал даже хотя бы для видимости поддерживать разговор, только сидел погруженный в свои мысли и курил сигарету за сигаретой. Ни слова, однако, не сказав насчет той записки. В одиннадцать я с радостью пошел к себе и лег спать. Некоторое время спустя Гарсия заглянул ко мне, у меня в это время был уже потушен свет, и, стоя в дверях, спросил, не звонил ли я. Я сказал, что нет. Он извинился, что обеспокоил меня в такое позднее время, и добавил, что уже без малого час. Я после этого сразу заснул и крепко спал до утра. И вот тут и пойдут в моем рассказе всякие удивительные вещи. Я проснулся, когда уже давно рассвело, смотрю на часы, оказалось без пяти девять. Я настоятельно просил разбудить меня в восемь. И такая нерадивость очень меня удивила. Я вскочил и позвонил в звонок. Слуга не явился. Звоню еще и еще раз. Никакого ответа. Тогда я решил, что звонок испорчен. Наспех оделся и в крайне дурном расположении духа сошел вниз и истребовать горячей воды. Можете себе представить, как я был поражен, никого не застав на месте. Захожу в переднюю, звоню, ответа нет. Тогда я стал бегать из комнаты в комнату. Нигде никого. Накануне мой хозяин показал мне свою спальню. Так что я знал, где она и постучал к нему в дверь. Никто не отозвался. Я повернул ручку и вошел. В комнате никого. А на постели, как видно, и не спали. Он пропал со всеми вместе. Хозяин иностранец, иностранец лакей, иностранец повар. Все исчезли за ночь. На том и кончилось мое знакомство с сиреневой старушкой. Шелок Холмс потирал руки и посмеялся, добавляя этот причудливый случай к своему подбору странных происшествий. С вами, как я понимаю, случилось нечто совершенно исключительное, сказал он. Могу я спросить вас, сэр, как вы поступили дальше? Я был сбешен. Моей первой мыслью было, что со мной сыграли злую шутку. Я уложил свои вещи, захлопнул с собой дверь и отправился в Эшер с чемоданом в руке. Я зашел к братьям Аллен, в главное земельное агентство по этому городку, и выяснил, что вилла снималась через их фирму. Мне подумалось, что едва ли такую сложную затею могли провести нарочно ради того, чтобы меня разыграть. И что тут, наверное, цель была другая, уклониться от арендной платы. Вторая половина марта, значит, приближается срок квартального платежа. Но это предположение не оправдалось. Агент поблагодарил меня за предупредительность, сообщив, однако, что арендная плата внесена вперед. Я вернулся в Лондон и наведался в испанское посольство. Там этого человека не знали. Тогда я поехал к Мелведу, в доме, у которого я познакомился с Гарсией, но убедился, что он знает об испанце даже меньше, чем я. И вот, получив от вас ответ на свою депешу, я приезжаю к вам, так как слышал, что вы можете подать совет в затруднительном случае жизни. Но теперь, господин инспектор, из того, что вы нам сообщили, когда вошли в эту комнату, я понял, что вы можете продолжить мой рассказ и что произошла какая-то трагедия. Могу вас заверить, что каждое сказанное мною слово правда и что сверх того, что я вам рассказал, я ровно ничего не знаю о судьбе этого человека. У меня лишь одно желание помочь закону, чем только я могу. В этом я не сомневаюсь, мистер Скотт Экл. Ничуть не сомневаюсь, сказал инспектор Грексон самым любезным тоном. Должен отметить, что все рассказанное вами точно соответствует установленным нами фактам. Например, вы упомянули о записке, переданной за обедом. Вы случайно не заметили, что с ней произошло? Заметил. Грассио сказал ее, скатал ее и бросил в огонь. Что вы на это скажете, мистер Бенц? Деревенский сыщик был крепкий толстяк, чье пухлое красное лицо оказалось бы и вовсе простецким, если бы не пара необыкновенно ярких глаз, которые прятались в глубокой складке между толстых щек и нависших бровей. С медлительной улыбкой он вытащил из кармана скрученный и обесцвеченный листок бумаги. В камине там, мистер Холмс, колосники устроены на подставках, и он промахнулся, закинул записку слишком далеко. Я выгреб ее из-за подставок даже не обгоревшего. Холмс одобрительно улыбнулся. Чтобы найти этот единственный уцелевший клочок бумаги, вы должны были самым тщательным образом обыскать весь дом. Так и есть, мистер Холмс. Это у меня первое правило. Прочитать мистер Гэксон. Лондонец кивнул головой. Писано на обыкновенной гладкой желтоватой бумаге без водяных знаков. Четвертинка листа. Отрезано в два надреза короткими ножничками. Листок был сложен втрое, запечатан красно-фиолетовым сургучом, который накапали в торопях и придавили каким-то овальным предметом. Адресовано мистеру Гарсия. Сиреневая осторожка. Текст гласит. Цвета наши искомные, зеленые белые, зеленые открытые, белые закрытые, парадная лестница, второй этаж, первый коридор, седьмая направо, зеленое сукно. Да хранит вас Бог. Д. Почерк женский. Текст написан острым пером. Адрес либо другим пером, либо написан другим человеком. Здесь, как вы видите, почерк смелый и толще ножин. Очень интересная записка, сказал Холмс, просмотрев сам. Должен вас похвалить мистер Бэйнс. За такое внимание деталям. Можно добавить разве что кое-какие мелочи. Овальный предмет, несомненно, обыкновенная запунка для манжет, что другое может иметь такую форму. Ножницы были кривые, для ногтей. Как ни короткие два надреза, вы ясно можете разглядеть на каждом один и тот же легкий изгиб. Деревенский сыщик усмехнулся. Я-то думал, что выжил из нее все, что можно, сказал он. А вот оказывается, кое-что оставил другим. Признаться, записка эта мне ничего не говорит, кроме того, что там что-то затевалось и что тут, как всегда, дело в женщине. Пока шел весь этот разговор, мистер Скотт Эклс ее раздавал в своем кресле. Я рад, что вы нашли эту записку, потому что она подтверждает мой рассказ, сказал он. Но разрешите напомнить, что я еще не слышал, что же случилось с мистером Гарсией и куда исчезли все слуги. Насчет Гарсия, сказал Грексон, ответ простой. Его сегодня утром нашли мертвым на выгоне в миле от его дома. Ему размажили голову дубасили чем-то тяжелым вроде мешка с песком или другого подобного орудия, чем-то, что не режет, а скорее раздавливает. Место глухое, ни одного дома на четверть мили вокруг. Первый удар был нанесен очевидно сзади и сразу его свалил, но потом его еще долго били уже мертвого. Нападение совершено было, как видно, в страшной злобе. Следов никаких, никакого ключа к раскрытию преступления. Ограблен нет и ничего, что указывало бы на попытку ограбления. Весьма прискорбно, прискорбно и страшно, сказал мистер Скотт Эклт плаксивым голосом. И какая же это неприятность для меня, я тут совершенно ни при чем, если мой хозяин вышел ночью на прогулку и его постигла такая печальная судьба и почему я оказался замешан в эту историю. Очень просто, сэр, ответил инспектор Бэйнс. Единственным документом, какой нашли в кармане у покойника, было ваше письмо, сообщающее, что вы собираетесь к нему с ночевкой, как раз в ночь его смерти. По адресу на письме мы и узнали имя убитого и где он проживал. В десятом часу утра мы пришли в его дом и не застали ни вас, никого либо другого. Я дал мистеру Грегсону телеграмму с просьбой, чтобы он разыскал вас в Лондоне, пока я проведу обследование в Сиреневой сторожке. Затем я поехал в город, встретился с мистером Грегсоном и вот мы здесь. Нам теперь следует, заявил Грегсон, оформить дело по всем правилам. Вы пройдете вместе с нами в полицию, мистер Скотт Эклс, и мы снимем с вас показания в письменном виде. Конечно, пойду сейчас же, но я не отказываюсь от ваших услуг, мистер Холмс. Я хочу дознаться до истины и прошу вас не стесняться расходами и не щадить своих трудов. Мой друг повернулся к деревенскому инспектору. Надеюсь, вы не будете возражать против моего сотрудничества с вами, мистер Бэйнс. Почту за честь, сэр. До сих пор вы, я вижу, действовали быстро и толково. Разрешите спросить, есть ли данные, позволяющие уточнить час, когда его настигла смерть. Тело к часу ночи уже лежало там. С к часу пошел дождь, а смерть наступила несомненно еще до дождя. Но это совершенно исключено, мистер Бэйнс, объявил наш клиент. Его голос нельзя спутать ни с каким другим. Я могу подтвердить под присягой, что в час ночи я лежал в постели и никто, как Гарсия, говорил со мной в моей спальне. Примечательно, но отнюдь не исключено, сказался улыбкою Холмс. Вы нашли разгадку? Спросил Грексон. Дело выглядит не слишком сложным, хотя, конечно, в нем есть новые и любопытные черты. Необходимо собрать доподлинные данные, прежде чем я позволю себе вынести окончательное и определенное суждение. Кстати, мистер Бэйнс, вы при осмотре дома, кроме этой записки, не обнаружили ничего примечательного. Сыщик посмотрел на моего друга каким-то особым взглядом. Там есть, сказал он, очень даже примечательные вещи. Может быть, когда я управлюсь полицией, вы съездите со мной на место и скажете мне, что вы о них думаете. Я весь к вашим услугам, сказал Шерлок Холмс и позвонил. Проводите джентльменов, миссис Хадсон, и пошлите мальчика на почту с этой телеграммой. Пять шиллингов на оплаченный ответ. Когда посетители ушли, мы некоторое время сидели молча. Холмс жадно курил, сдвинув брови над своими пронзительными глазами и выдвинув голову вперед в характерном для него страстном напряжении мысли. Ну, Отсон, спросил он, вдруг повернувшись ко мне, что вы об этом скажете насчет шутки с мистером Скотт Эклсом? Не скажу вам ровным счетом ничего. А насчет преступления? Поскольку все проживавшие в доме исчезли, я сказал бы, что они так или иначе причастны к убийству и избежали от суда. Это конечно вполне возможное предположение. Однако, если его допустить, очень странным представится, что двое слуг, вступив в заговор против хозяина, почему-то нападают на него в ту единственную ночь, когда у него гость. Они могли разделаться с ним без помехи во всякую другую ночь. А почему же тогда они сбежали? Вот именно почему они сбежали? Это существенный факт. Другой существенный факт. Замечательное происшествие с нашим клиентом Скотт Эгглсом. Неужели, дорогой мой Отсон, это вне пределов человеческой изобретательности дать объяснение, которое могло бы связать эти два существенных факта? И если к тому же под него удастся подогнать и таинственную записку, составленную в таких странных выражениях, что ж, тогда его бы стоило принять как рабочую гипотезу. Если потом новые установленные нами факты все улягутся в схему, тогда наша гипотеза может постепенно перейти в решение. Ну, какова она, наша гипотеза? Холмс откинулся в кресле, полузакрыв глаза. Вы должны согласиться, дорогой мой Уотсон, что о розыгрыше здесь и думать не приходится. Готовились серьезные дела, как показало дальнейшее, и то, что Скоттон Экса заманили в сиреневую сторожку, стоит с ними в прямой связи. Но какая здесь возможна связь? Разберем шаг за шагом. Есть что-то неестественное, это сразу видно, странно и внезапной дружбе между молодым испанцем и Скотт Эклсом. Почин принадлежит испанцу. Едва познакомившись, он на следующий же день едет к Уолксу в гости в другой конец Лондона и поддерживает с ним тесную связь, пока тот не приезжает к нему в Эшер. Что же ему было нужно от Эклса? Что Эклс мог ему дать? Я не вижу в этом человеке никакого обаяния. Он и умом не блещет и едва ли можно думать о духовном сродстве между ним и человеком живого и тонкого латинского интеллекта. Почему же Грассия из всех своих знакомых избирает именно его как человека, особо подходящего для его целей? Есть у него какое-то нибудь выделяющее качество? Я сказал бы есть. Он воплощенная британская добропорядочность. Как раз такой человек, какой в роли свидетеля должен импонировать другому британцу. Вы сами видели, что его показания при всей их необычайности не внушили и тени сомнения ни одному из наших двух инспекторов. Но что он должен был засвидетельствовать? Как обернулось дело? Ничего. Но сложилось оно иначе. Все что угодно. Так я толкую факты. Понятно. Он мог бы подтвердить алиби. Вот именно. Мой друг отцын. Он мог бы подтвердить алиби. Допустим, в порядке обсуждения, что слуги в сторожке все являются соучастниками некоего заговора. Покушение, в чем бы оно не заключалось, предполагалось совершить, скажем, до часу ночи. Возможно, что-нибудь подстроили с часами. И когда Скотт Эклс ложился спать, было раньше, чем он думал. И уж во всяком случае, очень вероятно, что когда Гарсия нарочно зашел к нему и сказал, что уже час ночи, на самом деле было не позднее двенадцати. Если бы Гарсия успешно совершил намеченное дело, в чем бы оно не состояло и к часу вернулся бы домой, у него был бы, очевидно, убедительный ответ на обвинение. Был бы на лицо этот англичанин безупречной репутации, готовый присягнуть на любом суде, что обвиняемый сидел все время дома. Это при самом дурном повороте давало некоторую гарантию. Да, конечно, тут все мне понятно, но как объяснить исчезновение остальных? Я еще не располагаю всеми фактами, но думается, с этими едва ли возникнут трудности. Все же это ошибка строить дедукцию до того, как получены достаточные данные. Незаметно для самого себя начинаешь их подгонять под свою схему, а записка? Как она гласила? Цвета наши исконны. Зеленый и белый. Речь как будто о соревнованиях. Зеленый открыто, белый закрыто. Это явно сигнализация. Парадная лестница, второй этаж, первый коридор, седьмая направо, зеленое сукно. Это указание места встречи. За всем этим возможно кроется ревнивый муж. Затеянное, во всяком случае, связано было с большой опасностью. Будь это иначе, она не добавила бы. Да хранит вас Бог. Де это то, что может навести на след. Гарсия испанец. Я полагаю, Де проставлено вместо Долорес. В Испании это очень распространенное женское имя. Отлично, Отсон. Превосходно. Но совершенно неприемлемо. Испанка писала бы испанцу по-испански. Записка бесспорно от англичанки. Итак, нам остается только набраться терпения и ждать, когда этот умница инспектор вернется за нами. А пока мы можем благодарить свою счастливую судьбу, что она на несколько часов избавила нас от невыносимой тягости безделья. Наш сурейский инспектор еще не вернулся, когда пришел ответ на телеграмму Холмса. Он его прочел и уже хотел заложить свою записную книжку, но верно заметил, как у меня вытянулось лицо и со смехом перебросил мне эту ответную телеграмму. «Мы вращаемся в высоких сферах», сказал он. Телеграмма представляла собой перечень имен и адресов. Лорд Харингби ущелье, сэр Джорд Фоллист замок, мистер Хайнхаймн мировой судья, парт плейс, мистер Джеймс Бейкер Фортон старый дом, мистер Хендерсон дозорная башня, преподобный Джошуа Стоун, Нижний Уолстонг. «Этим и ограничивается наше поле действий», сказал Холмс. «Способ напрашивается сам собой». Бейнс с его методическим умом несомненно избрал подобный же план. Мне не совсем ясно все. Но, дорогой мой друг, мы ведь уже пришли к выводу, что в записке, которую Гарсия получил за обедом, назначалась какая-то встреча. Далее, если напрашивающееся толкование правильно и для того, чтобы попасть на место тайного свидания, надо подняться с парадного хода на второй этаж и искать седьмую дверь по коридору, то совершенно ясно, что дом очевидно большой. Столь же очевидно, что он стоит не дальше, как в двух милях от Окшата. коль скоро Гарсия направился туда пешком и рассчитывал, по моему толкованию данных, вовремя вернуться в селеневую сторожку, пока в силе его алиби, то есть до часу ночи. Так как больших домов поблизости наверное не так уж и много, я прибег к простому методу, запросил агентство, упомянутое Скотт Уолксом и получил их список. Здесь они все налицо, в этой телеграмме и наша запутанная нить другим своим концом уходит в один из них. Было около шести, когда мы добрались в сопровождении инспектора славного городка в графстве Сурии. Мы с Холмсом прихватили с собой все, что нужно для ночевки и сняли довольно удобные комнаты в гостинице Бык. Наконец вместе с нашим сыщиком мы отправились на осмотр сиреневой сторожки. Вечер был холодный, темный, резкий мартовский ветер и мелкий дождь хлистали нам в лицо и от этого еще глушь оказался пустынный выгон, которым шла дорога. Еще печальней была цель, которая на нас вела. Глава 2. Тигр из Сан-Педро. Отшагав мили две, мы подошли, невеселые озявшие, к высоким деревянным воротам, за которыми начиналась угрюмая каштановая аллея, изогнутая, укрытая тенью, она привела нас к низкому темному дому, черному, как смоль, на свинцово-сером небе. По фасаду в одном из окон слева от двери чуть мерцал слабый отблеск света. Тут у нас дежурит констабль, сказал Бэнс. Я постучусь в окно. Он прошел прямо по газону и легонько постучал пальцами в нижнее стекло. Сквозь потное стекло я смутно увидел, как с кресла у каминов скочил какой-то человек, услышал резкий крик и через полминуты нам открыл дверь полисмен. Бледный, тяжело дыша и с трудом удерживая в дрожащей руке шатающуюся свечу. В чем дело? Уолтерс? Резко спросил Бэнс. Полисмен оттер лоб носовым платком и облегченно вздохнул. Хорошо. Что вы пришли, сэр? Вечер тянулся так долго, а нервы у меня что-то не те. Что были? Нервы? Уолтерс? А я и не знал, что у вас есть нервы. Понимаете, сэр, дом пустой и тишина такая. Да еще это странная штука на кухне. И потом, когда вы постучали в окно, я подумал, что это опять вернулся он. Кто он? Сам не знаю. Не иначе, как дьявол, сэр. Он тут все стоял под окном. Кто стоял под окном и когда? Часа два тому назад, когда только начало темнеть, я сидел в кресле и читал. Не знаю, что меня толкнуло поднять голову, но только в окошко в нижнее стекло на меня смотрело чье-то лицо. Боже мой, сэр, что это была за рожа? Она мне будет сниться по ночам. Ну-ну, Олтерс, констеблю полиции не пристало так говорить. Знаю, сэр, знаю, но меня кинуло в дрожь, сэр. Что пользы скрывать? Она была не черная, сэр, и не белая, и никакого не наесть известного мне цвета, а какая-то землистая, что ли, в желтоватых разводах. И широченная, сэр, вдвое больше вашего лица. А глядела-то как, выпученные глазищи и белые оскаленные зубы. Ну, совсем точно голодный зверь. Говорю вам, сэр, я пальцем не мог пошевелить, не мог вздохнуть, пока это чудовище не исчезло, сэр, шмыгнуло куда-то и пропало. Я кинулся за ним в кусты, но там, слава Богу, никого не оказалось. Когда бы я не знал, что вы хороший работник, Уолтерс, я бы за такие слова закатил вам выговор. Будь там сам дьявол, полицейский на посту никак не должен говорить, слава Богу, когда не сумел его схватить. Может, вам это все померещилось? Нервы шалят. Проверить это очень просто, сказал Холмс, зажигая свой карманный фонарик. Да, доложил он, быстро осмотрев газон. Башмаки, по-моему, номер двенадцать. Если у него рост подстать, он должен быть великаном. Куда он делся? Видимо, продрался сквозь кусты и выбежал на большую дорогу. На лице инспектора отразилось важное раздумье. Ладно, сказал он. Кто бы это ни был и что бы он не затевал, его здесь нет и мы должны заняться нашей прямой задачей. С вашего разрешения, мистер Холмс. Мы сейчас осмотрим с вами дом. В спальнях и гостинах тщательный обыск, по словам Бенса, ничего особого не дал. Очевидно, жильцы не привезли с собой почти что ничего и все вещи в доме вплоть до последних мелочей были взяты на прокат. Оставлено было много одежды с маркой Маркс и Кэ Хай Холберн. Телеграфный запрос уже был сделан и тоже ничего не дал. Маркс знал о своем клиенте только одно, что он исправный плательщик, из собственного имущества было обнаружено несколько табачных трубок, кое-какие романы, два из них на испанском, устарелый револьвер с системой Лефоше, да гитара, вот собственно и все. Тут ничего особого, сказал Бенс, вышагивая со свечой в руке из комнаты в комнату. Теперь, мистер Холмс, я предложу вашему вниманию кухню. Это было мрачное, с высоким потолком помещение, окнами на задний двор. В одном углу соломенная подстилка, служившая должно быть повару-постелью. Стол был завален початыми блюдами, соснетью и грязными тарелками, остатки вчерашнего обеда. Посмотрите вот на это, сказал Бенс. Как по-вашему, что это может быть? Он поднес свечу к какому-то необыкновенному предмету, приставленному к задней стенке посудного шкафа. Он был такой сморщенный, выцветший, что не разберешь, что же такое. Можно было только сказать, что это что-то черное, обтянутое кожей, и что похоже оно на крошечное человеческое тельце. Посмотрев на него, я спрюва подумал, что передо мною мумия негритянского младенца, а потом мне показалось, что это скорее всего сильно сключенная и очень старая обезьянка. Я так и не решил, чье же это в конце концов тело, человеческое или звериное. Посередине оно было опоясано двойною нитью бус из белых ракушек. «Интересно». «Интересно». «Очень интересно», заметил Холмс, вглядываясь в эти зловещие останки. «Есть что-нибудь еще?» Бэнс молча подвел нас к раковине и поднял над ней свечу. Под ней раскиданы были туловище и конечности зверски растерзанной с неощипанными перьями крупной белой птицы. Холмс указал на оторванную голову с красным жабоной шеей. «Белый петух», сказал он, «чрезвычайно интересно. Случай в самом деле весьма любопытный». Но самое зловещие мистер Бэнс приберег напоследок. Он вытащил из-под раковины цинковое ведро, полное крови. Потом взял со стола и показал нам большое плоское блюдо с горой изрубленных и обгорелых костей. Здесь убивали и жгли. Это все мы выгребли из топки. Утром у нас был тут врач. Говорит, кости не человеческие. Холмс улыбался, потирая руки. «Должен вас поздравить, инспектор. Вам достался очень необычный и поучительный случай. Надеюсь, вас не обидит, если я скажу вам, что ваши способности выше тех возможностей, какие открыты перед вами». Маленькие глазки Бейнса засверкали от удовольствия. «Вы правы, мистер Холмс, нас тут в провинции губит застой. Такой случай, как этот, для человека редкая удача, и я постараюсь не упустить ее. Что вы скажете об этих костях? кости ягненка, сказал бы я, или козленка. А о белом петухе? Любопытно, Бейнс, очень любопытно. Я бы даже сказал уникально. Да, сэр, в этом доме жили, наверное, очень странные люди, и уклад у них был очень странный. Один из них погиб. Может быть, его слуги проследили его и убили? Если это так, мы их перехватим. Во всех портах стоят у нас посты. Но, на мой взгляд, тут другое. Да, сэр, на мой взгляд, тут нечто совсем другое. Значит, у вас есть своя теория. Я проверю ее сам, мистер Холмс. Мне это послужит к чести. Вы уже составили себе репутацию, а мне свою надо еще только утверждать. Хотелось бы мне, чтобы потом я мог говорить, что решил задачу без вашей помощи. Холмс добродушно рассмеялся. Ладно, инспектор, сказал он, ступайте своим путем, а я пойду своим. Если я чего-то достигну, все будет к вашим услугам по первой вашей просьбе. Пожалуй, я видел в доме все, что было нужно, и мое время может быть потрачено с большей пользой где-нибудь еще. До свидания. Желаю вам успеха. По множеству тонких признаков, которые, верно, никому, кроме меня ничего не сказали бы, я видел, что Холмс напал на след. Сторонним наблюдателем он показался бы спокойным, как всегда, и тем не менее, в его глазах живости, в его движениях ощущалась какая-то еле сдерживаемая страстность и какая-то напряженность, позволявшие мне заключить, что гон начался. Холмс по своему обыкновению ничего не говорил. А я по-своему не задавал никаких вопросов. С меня было довольное того, что я участвую в охоте и оказываю другу посильную помощь, не отвлекая его ненужными расспросами от размышления. В положенное время он сам обратился ко мне. Итак, я ждал, но к своему все возрастающему разочарованию ждал напрасно. проходил день за днем, а друг мой не предпринимал никаких шагов. Как-то он съездил утром в город и по одному брошенному скользь замечанию я понял, что он заходил в британский музей. Если не считать этого единственного случая, он проводил свои дни в долгих и нередко одиноких прогулках или в разговорах с местными кукушками, с которыми завел знакомство. По-моему, отцом, неделя в деревне принесет вам неоценимую пользу, заметил он однажды. Так приятно увидеть опять первые зеленые побеги на живой изгороде и сережки на орешнике с лопатой в руке и кратким определителем растений тут отлично можно отдохнуть, расширяя при этом свои знания. Он и сам бродяжил в таком снаряжении, но вечерами мог предъявить довольно скудный сбор трав и цветов. В наших прогулках мы иногда набредали на инспектора Брянца. Толстое красное его лицо, когда он здоровался с моим спутником, собиралось складки от широкой улыбки. Маленькие глазки поблескивали, о розысках своих он говорил немного. Но из этого немногого мы могли заключить, что и он вполне доволен ходом дела. Все же, признаюсь, я порядком удивился, когда дней через пять после убийства, развернув утром газету, я увидел набранное огромными буквами. Тайна Окшата раскрыта, предполагаемый убийца арестован. Холмс, как ужаренный подскочил в своем кресле, когда я прочитал вслух эти заголовки. «Быть не может», скричал он. «Это что ж значит, что Бэнс его накрыл?» «Очевидно, так», сказал я, пробежав глазами следующую заметку. «Сильное волнение охватило город Эшер и его окрестности, когда вчера поздно вечером распространилось известие об аресте, произведенном связи с убийством. Наши читатели, вероятно, помнят, что мистер Гарсия из Сиреневой Сторожки был найден мертвым на выгоне, причем на его теле были обнаружены следы, с несомненностью говорящие о насильственной смерти, и что ту же ночь его лакей и повар сбежали, что наводило на мысль об их соучастии в убийстве. Есть предположение, очень вероятное, хотя и не доказанное, что покойный хранил в доме ценности, похищение которых и явилось мотивом преступления. Инспектор Бенц, ведущий это дело, прилагал все усилия к обнаружению места укрытия преступников и не без оснований полагал, что они не могли сбежать далеко, а укрылись в каком-то заранее подготовленном убежище. Однако, с самого начала представлялось несомненным, что беглецы непременно будут обнаружены, так как повар, по свидетельству двух-трех разносчиков, мельком видевших его в окно, обладает чрезвычайно приметной внешностью. Это очень рослый и на редкость безобразный мулат с желтоватым лицом резко выраженного негритянского склада. Человека этого уже видели после свершения убийства. Констебль Уолтерс обнаружил его и пытался преследовать, когда тот в первый же вечер имел дерзость наведаться сторожку. Рассчитав, что для того посещения мулат должен был иметь какую-то цель и, значит, по всей вероятности повторил свою попытку. Инспектор Бенц оставил дом пустым, но поместил засаду в кустах. Ночью мулат попал в ловушку и был схвачен после борьбы, в которой этот дикарь жестоко укусил констебля Даунинга. После первых допросов арестованного полиции, очевидно, разрешат дальнейшее содержание его под стражей. И его поимка вселяет надежду, что окшетская тайна будет вскоре раскрыта. Нужно немедленно повидаться с Бенцем, закричал Холмс. Времени в обрез, но мы еще успеем застать его дома. Мы быстро прошли деревенскую улицу и, как и ожидали, захватили инспектора при выходе из дома. Читали мистер Холмс? Спросил он, протягивая нам газету. Да, Бенц читал. Не примите в обиду, но я позволю себе подружески предостеречь вас. Предостеречь мистер Холмс? Я и сам вникал в это дело, и я уверен, что вы на ложном пути. Не хочется мне, чтобы вы слишком долго блуждали понапрасну. Пока убедитесь в этом сами. Очень любезно с вашей стороны мистер Холмс. Уверяю вас, я говорю это, желая вам добра. Мне показалось, будто Бенц чуть подмигнул одним своим глазом. Мы условились, что будем работать каждый сам по себе, мистер Холмс. И я следую уговору. Ага, очень хорошо, сказал Холмс. Так уж не ругайте меня потом. Зачем же, сэр? Я вижу, что вы со мной по-хорошему. Но у каждого своя система, мистер Холмс. Вы действуете по-своей, а я, может, по-своей. не не больше об этом говорить. Я всегда с удовольствием поделюсь с вами новостями. Этот парень совершенный дикарь, силен, как ломовая лошадь, и свиреп, как черт. Он даунингу чуть совсем не откусил большой палец, пока мы с ним совладали. Он по-английски ни слова, и мы ничего не можем вытянуть из него. мочит и только. У вас, вы думаете, есть доказательства, что он убил своего хозяина? Я этого не говорю, мистер Холмс. Не говорю. У нас у каждого своя дорожка. Вы пробуете идти по вашей, я по своей. Ведь так мы договорились. Не пойму я этого человека, сказал, пожимая плечами холос, когда мы вышли от инспектора. Сам себе роет яму. Что ж, попробуем, как он говорит, идти каждой своей дорожкой и посмотрим, что из этого получится. А все-таки этот инспектор Бенц не так прост. Я тут чего-то не понял. Сядьте в это кресло, Отсон, сказал Холмс, когда вы вернулись в свои комнаты в быке. Я хочу, чтобы вы уяснили себе ситуацию, так как сегодня вечером мне возможно понадобится ваша помощь. Сейчас я покажу вам, как шло, насколько я мог проследить развитие этого случая. Он как будто вовсе и не сложен в основных своих чертах, а между тем представляет неожиданные трудности для ареста виновных. В этом смысле у нас остаются проблемы, которые еще предстают заполнить. Вернемся к записке, полученной Гарсия за обедом в день его смерти. Мы можем отбросить идею Бенса, что в деле замешаны слуги Гарсия. Это опровергается тем, что он сам же постарался завлечь в дом Скотт-Элса, что могло быть сделано единственно в целях алиби. Значит, именно Гарсия замыслил какое-то предприятие и, по-видимому, преступное на ту же самую ночь, когда он встретил свою смерть. Я говорю преступное, потому что только замыслив преступное, человек желает подготовить себе алиби. Кто же тогда всего вероятнее лишил его жизни? Конечно, тот, против кого был направлен его преступный умысел. До сих пор мы, как мне кажется, стоим на твердой земле. Теперь нам видно, что могло послужить причиной к исчезновению слуг Гарсии. Они были оба соучастниками в том неизвестном нам покушении. Если бы к возвращению Гарсии оно было бы уже совершено, всякие подозрения отпали бы благодаря свидетельству англичанина и все прошло бы безнаказанно. Но покушение сопряжено было с опасностью и если бы к намеченному часу Гарсия не вернулся, это означало бы, что он сам поплатился жизнью. Поэтому они условились, что в этом случае двое его подчиненных должны уйти в какое-то заранее приготовленное место, где они могли бы укрыться от преследования, чтобы в дальнейшем повторить свою попытку. Так, не правда ли? Все факты получают объяснение. Передо мною все легло, точно распутанная пряжа. Я, как всегда, только диву давался, как мне раньше не было это столь же очевидно самому. А почему же один из слуг вернулся? Мы можем представить себе, что при побеге он в спешке забыл захватить какую-то вещь, очень ему дорогую, такую, что расстаться с ней для него невыносимо. Как, по-вашему, это объяснимо, его упрямые попытки вернуться за нею? Объяснило бы. Хорошо. Следующее звено. Следующее звено записка, полученная Гарсией за обедом. Это нить, ведущая к другому сообщнику. Где же мы найдем ее второй конец? Я вам уже показывал, что его надо искать в некоем большом доме и что число больших домов ограничено. Свои первые дни в деревне я посвятил планомерным прогулкам и, гуляя я между своими ботаническими поисками, ознакомился со всеми большими домами и выведал семейную историю их обитателей. Один из этих домов и только один привлек мое внимание. Это дозорная башня, знаменитый старый замок времен Якова I. Он стоит в одной миле от того конца Окшата и менее чем в полумиле от места, где разыгралась трагедия. Все прочие большие дома принадлежат прозаическим почтенным людям, живущим размеренной жизнью, далекой от всякой романтики. А вот мистер Хендерсон из дозорной башни выглядел во всех рассказах необыкновенным человеком, с которым могут происходить необыкновенные вещи. Поэтому я сосредоточил свое внимание на нем и его домашних. Удивительные это люди отца и всех удивительный он сам. Я исхитрился явиться к нему под благовидным предлогом, но кажется, я прочел в его темных, глубоко запавших, подозрительных глазах, что он безошибочно разгадал мою действительную цель. Этот человек лет пятидесяти, крепкий, энергичный, с остальными волосами, густыми, черными, кустистыми бровями, поступью оленя и осанкой императора. Жестокий, властный человек, снаружи пергамент, а под ним раскаленное железо. Он или иностранец, или же долго жил в тропиках, потому что он желтый, высохший, но тугой, как пледь. Его друг и секретарь, мистер Лукас, тот несомненный иностранец, шоколадно-коричневый, коварный, вкратчивый, с кошачьей повадкой и ядовито-любезным разговором. Как видите, Остсон, теперь перед нами уже две группы иностранцев. Одна в сиреневой сторожке, а другая в дозорной башне. Таким образом, наши пробелы понемногу заполняются. Эти два человека, связанные дружбой и взаимным доверием, составляют ядро второй группы. Но в доме есть еще одна особа, может быть, более важная для нас смысле наших розысков. У Хендерсона двое детей, две дочки, одна тринадцати, другая одиннадцати лет. гувернанткой при них мисс Вернет, англичанка лет сорока. И есть еще доверенный лакей. Эта небольшая компания образует тесную семью. Они всегда путешествуют вместе, а Хендерсон, надо сказать, большой путешественник. Он вечно в разъездах. Он всегда лишь несколько раз в недель всего лишь как вернулся в дозорную башню. До этого после годичного отсутствия добавлю, что он несметно богат и может с легкостью удовлетворить свою любую прихоть. Дом его полон всяких буфетчиков, лакеев, горничных и прочие прислуги. Обычный зажравшийся и обленившийся штат большого барского дома в английской деревне. Все это я знаю частью из деревенских сплетен, частью по собственному наблюдению. Нет лучшего орудия для этой цели, чем уволенные слуги с их обидою. И мне выпала удача найти одного такого. Я говорю удача, но я не встретил бы ее на своем пути, если бы не искал. Как заметил Бенц, у нас у каждого есть своя система. Вот система моя и помогла мне найти Джона Уорнера, бывшего садовника с дозорной башни, которого властный хозяин под горячую руку уволил. А у него со своей стороны есть друзья среди живущих в доме слуг, которые все до одного трепещут перед своим господином и ненавидят его. Таким образом у меня оказался ключ к тайнам дома. Странные люди отцы. Я может быть, там еще не во всем разобрался. Но это во всяком случае очень странные люди. Дом на два крыла и слуги живут все в одном крыле, семья в другом. Между теми и другими нет иного связывающего звена, кроме личного лакея самого Хендерсона, который прислуживает также всей семье за столом. все подается к некой двери, соединяющей обе половины. Гувернантка с девочками чуть ли вообще никуда не выходят за пределы сада. Хендерсон никогда ни под каким видом не выходит из дому один. Его всюду сопровождает как тень его темнолицый секретарь. Слуги говорят между собой, будто он страшно чего-то боится. Душу дьяволу продал за деньги, говорит Орнер. Вот и ждет, что кредитор придет истребовать свое. Никто понятия не имеет, кто они и откуда явились. Они очень необузданные. Хендерсон дважды случилось отхлестать человека плеткой, и только тугой кошелек оба раза позволил ему, откупившись большими деньгами, уйти отсюда. Теперь Лотсон, давайте обсудим ситуацию в свете этих добавочных сведений. Мы можем с достоверностью принять, что записка была от кого-то из слуг этого странного дома и приглашала Гарсио осуществить некое покушение согласно ранее составленному плану. Кем написана записка? Кем-то внутри цитодели. И при том женщина. Так кем же тогда, если не мисс Вернер, гувернанткой? Все наше построение, очевидно, приводит нас к ней. Во всяком случае, мы можем принять это как гипотезу и посмотрим, какие следствия она за собой повлечет. Я могу добавить, что возраст мисс Вернер и ее репутация бесспорны. Исключает мою первую мысль, что под оплекой в этом деле могла быть какая-то любовная история. Если записка от нее, то, по всей вероятности, эта женщина друг и сообщница Гарсио. Тогда как же она должна была себя повести, узнав о его смерти, если он встретил свой конец, когда сам совершал беззаконное дело. Сообщница должна держать рот на замке. Все же в сердце она, конечно, затаила жестокую ненависть к его убийцам и, наверное, чем только может, станет помогать отмщению за него. Так нельзя ли нам повидаться с ней и воспользоваться ее помощью? Это первое, что мне пришло на ум. Но тут перед нами встает один зловещий факт. С ночи убийства никто и нигде не видел мисс Вернет. Она еще с вечера точно исчезла. Жива ли она? Может быть, ее постигла смерть в ту же самую ночь вместе с другом, которого она призывала? Или ее только держат в заперти? Вот вопрос, на который мы должны дать ответ. Вы оцените, отцы, всю трудность положения? Нам не на что опереться, чтобы требовать вмешательства закона. Наше построение покажется фантасмагорией, если с ним явиться к суде. Что женщина исчезла, не поставит ни во что. Весь уклад этого странного дома таков, что любой из его обитателей может неделю не показываться людям на глаза. а между тем женщине возможно в любую минуту грозит смерть. В моей власти наблюдать за домом, поставить своего человека у орнера, сторожить у ворот и только. Но мы не можем дать делу идти своим ходом. Если закон бессилен, мы должны взять риск на себя. Что же вы предполагаете? Я знаю, в какой она комнате. Туда можно пробраться с крыши флигеля. Мое предложение не попробовать ли нам с вами сегодня ночью проникнуть в самое сердце тайны. Перспектива должен я признаться была не слишком то заманчива. Старый дом, дышащий убийством, странные и страшные его обитатели, тайные опасности, подстерегающие приходящего и то, что мы сами при этом выступаем правонарушителями, все это взятое вместе охлаждало мой пыл. Но было в холодных рассуждениях Холмса нечто такое, что вы, не дрогнув, пошли бы с ним на самое рискованное дело. Вы знали, что так и только так можно найти решение задачи. Я молча пожал ему руку и жребий был брошен. Но нашему расследованию не суждено было закончиться такой авантюрой. Было около пяти часов, мартовский вечер уже стелил свои тени, когда в комнату к нам ворвался в сильном возбуждении какой-то деревенский житель. Они уехали. Мистер Холмс с последним поездом. Леди вырвалась, она в моем кэбе, здесь, внизу. Превосходно, Уорн, прокричал, скачив на ноги Холмс. Отсен, пробелы быстро заполняются. Женщина в кэбе была полуобморок от нервного истощения. На ее горбоносом и схудалом лице лежал отпечаток какой-то недавней трагедии. Ее голова безжизненно свесилась на грудь. Но, когда она подняла голову и тупо повела глазами, я увидел черные точки зрачков на серых радужных оболочках. Ее опоили опиумом. Я поджидал у ворот. Как вы наказали, мистер Холмс, докладывал наш тайный агент. Когда они выехали в карете, я двинул за ними следом на станцию. Леди шла по платформе, как во сне. Но, когда они стали сажать ее в поезд, она ожила и давай отбиваться. Они впихнули ее в вагон. Она стала опять вырываться. Я вступился за нее, посадил ее в свой кэп, и вот мы здесь. Никогда не забуду, с каким лицом глядел на меня в окно этот человек, когда я ее уводил. Его бы воля, недолго бы я пожил на свете. Черные глаза, лицо желтое, сам осклабился, сущий дьявол. Мы внесли женщину наверх, уложили на диван и две чашки крепчайшего на лепарь опиума и прояснили ее мысли. Холмс вызвал Бенса и коротко объяснил ему, как обстоит дело. Прекрасно, сэр, вы мне доставили то, чего мне не хватало, показания свидетельницы, жаром сказал инспектор, пожимая руку моему другу. Я ведь с самого начала шел с вами по одному и тому же следу. Как? Вы подозревали Хендерсона? Когда вы, мистер Холмс, прятались в кустах у дозорной башни, я там сидел в саду на деревне и смотрел на вас сверху. Все дело было в том, кто первый будет, да будет доказательство. Зачем же тогда вы арестовали Мулата? Бенс усмехнулся. Я был уверен, что этот Хендерсон, как он себя называет, понял, что попал под подозрение и значит будет на чеку и не шелохнется, покуда чует над собой опасность. Вот я и арестовал не того человека. Пусть его думают, что у нас другие подозрения. Я знал, что тут он, вероятно, попробует смыться и даст нам возможность подобраться к мисс Вернет. Холмс положил руку на плечо инспектору. Вы далеко пойдете в своей профессии, сказал он. У вас есть чутье и интуиция. Бенс покраснел от удовольствия. У меня всю неделю караулил на станции сотрудник штатской одежды. Куда бы кто из башни не поехал, он проследил бы. Но когда мисс Вернет вырвалась, он видно растерялся. К счастью, ваш человек ее подхватил и все обернулось благополучно. Мы ясное дело не можем арестовать их без ее показаний. Так что чем скорее мы снимем допрос, тем оно лучше будет. Она приходит с себя, сказал Холмс, поглядев на гувернантку. Но скажите мне, Бенс, кто он, этот Хендерсон? Хендерсон, ответил инспектор, это Дон Мурильо, известный когда-то под прозванием Тигра из Сан-Педро. Тигр из Сан-Педро, вся его история мгновенно пронеслась в моей памяти. За ним утвердилась слава самого низкого, кровожадного тирана, какой когда-либо правил страной, притязающий на цивилизованность. Сильный, бесстрашный, энергичный, этих качеств оказалось довольно, чтобы он мог принудить устрашенный народ терпеть его мерзкие пороки, чуть не 12 лет. Его имя повергало в ужас всю Центральную Америку. К концу этого срока поднялось против него всеобщее восстание. Но он был так же хитер, как и жесток, и при первом же слухе о надвигающихся беспорядках тайно вывез свои богатства на пароходе с экипажем и своих приверженцев. На другой день повстанцы ворвались в пустой дворец, диктатор, его двое детей, его секретарь, его сокровище все ускользнуло от них. С этого часа он исчез из мира и в европейской печати часто обсуждалось, не скрывается ли он за той или иной личностью. Да, сэр, Дон Мурильо, Тигр и Сан-Педро, продолжал Бенц. Загляните в справочник и вы увидите, что цвета Сан-Педро, зеленый и белый, те же, что в нашей записке мистер Холмс. Он взял себе имя Хендерсон, но я проследил его через Париж, Рим, Мадрид, вплоть до Барселона, где пришвартовывался его пароход в 86-м году. Все это время его разыскивали, чтобы отомстить ему, но только недавно им удалось его выследить. Его нашли год тому назад, сказала мисс Вернет. Приподнявшись на локте, она теперь напряженно следила за разговором. Было уже одно покушение на его жизнь, но какой-то злой гений ограждает его. Вот и сейчас благородный рыцарь свиный Гарсио погиб, а это чудовище вышло невредимым. Но придет другой, третий, пока однажды не совершится над злодеем правый суд. Это верно, как то, что завтра встанет солнце. Ее худые руки сжались кулаки, и страстная ненависть выберила ее изможденное лицо. Но как вы, мисс Вернет, оказались втянуты в это дело, спросил Холмс. дама, англичанка, вдруг вступает в заговор убийц? Я вступила в заговор, потому что только таким путем могли свершиться правосудия. Какое дело английскому закону до моря крови, пролитое много лет тому назад в Сан-Педро, или до судна, груженного ценностями, которые украдены этим человеком? Для вас это все равно, как преступления, совершенные на другой планете. Но мы-то знаем. Мы знаем правду, выстраданную в горе и муках. Для нас нет преисподней дьявола, подобного Хуану Мурилия, и нет на земле покоя, пока его жертвы еще взывают о мести. Он бесспорно таков, как вы говорите, вставил Холмс. Я наслышан о его жестокости. Но как это коснулось лично вас? Расскажу вам все. Этот негодяй избрал своим политическим принципом расправляться над тем или другим предлогом с каждым, кто мог бы со временем стать для него опасным соперником. Мой муж, да, мое настоящее имя сеньора Весенто Дуранда, мой муж Весенто Дуранда был посланником Сан-Педро в Лондоне. Здесь мы встретились с ним. И он на мне женился. Не было на земле человека благородней его. На мое горе Мурилия прослышал о его даровитости, отозвал его под каким-то предлогом и отдал под расстрел. Причувствуя свою судьбу, муж отказался взять меня с собой. Его земли и все имущество были конфискованы, я осталась одна со своим горем и без средств существованию. Потом произошло падение тирана. Он бежал, как вы сейчас рассказывали, но многие из тех, чью жизнь он искалечил, чьи родные и близкие претерпели пытки и смерть от его руки, не примилились с таким исходом. Они сплотились в союз, который не распадется до тех пор, пока не сделает своего дела. Как только мы разведались, что он низвергнутый деспот скрывается под видом Хендерсона, на меня возложили задачу наняться к нему на службу и извещать остальных при его переездах. Мне удалось выполнить задачу, получив место гувернантки в его доме. Он и не подозревал, что каждый день садится за стол с той самой женщиной, мужа которой он без суда и следствия, единым рощерком пера послал на казнь. Я улыбалась ему, добросовестно воспитывала его дочери и ждала своего часа. Одно покушение было сделано в Париже, сорвалось. Мы метались туда и сюда по Европе, чтобы сбить преследователей со следа и наконец вернулись в этот дом, который он снял еще при первом своем приезде в Англию. Но и здесь ждали вершителей правосудия. Понимая, что он непременно вернется сюда, Гарсия, чей отец до Мурилия занимал в Сан-Педро высший правительственный пост, ждал его здесь двумя своими верными товарищами, людьми невысокого звания, но которым, как и ему, было за что мстить. Днем он едва ли смог бы что-либо сделать, так как Мурилия соблюдал всемирную осторожность и не выходил из дома иначе, как в сопровождении своего сподвижника Лукаса, Лопеса, как его именовали в дни его величия. Ночью, однако, он спал один, и тут мститель мог бы к нему подобраться. Однажды вечером, как было заранее условлено, я собралась послать другу последнее указание, так как Мурилию был всегда на стороже и непрестанно менял спальню. Я должна была проследить, чтобы входная дверь была не заперта и зеленым или белым светом в окне дать знать, что все благополучно или что попытку лучше отложить. Но все у нас пошло в кость и в кривь. Я чем-то возбудила подозрение Лопеса, секретаря. Он покрался сзади и, как только я дописал записку, набросился на меня. Вдвоем с хозяином он уволок меня в мою комнату и здесь они держали надо мной суд, как над уличной предательницей. Во время суда они не раз готовы были всадить в меня нож и всадили бы, когда бы знали, как потом уйти от ответа. Наконец, после долгих споров они пришли к заключению, что убивать меня слишком опасно. Но они решили раз и навсегда разделаться с Гарсией. Мне заткнули рот и Мурилия выкручивала мне руки до тех пор, пока я не дала ему адрес. Клянусь вам, я дала бы ему выкрутить их вовсе, если бы знала, что грозила Гарсия. Лопес сам надписал адрес на моей записке, запечатал ее своей запонкой и отправил ее со слугой испанцем Хосе. Как они его убили, я не знаю. Одно мне ясно, что погиб он от руки Мурилия, потому что Лопес остался стеречь меня. Дорога вьется по зарослям дрока. Так он, должно быть, подстерег его в кустах и там оглушил его и прикончил. Сперва они думали дать Гарсии войти в дом и затем уже убить, как будто пойманного с поличным грабителем. Но потом рассудили, что если их припутают к следствию и станут снимать с них допрос, то сразу откроются, кто они такие, и огласка вскоре навлечет на них новое покушение. А так со смертью Гарсии преследование могло и вовсе прекратиться, потому что эта прямая расправа отпугнула бы других от подобных попыток. А они теперь могли бы успокоиться, если бы не то, что я знала об их преступлении. Я не сомневаюсь, что моя жизнь не раз висела на волоске, меня заперли в моей комнате, грозили мне всякими ужасами, всячески истязали, чтобы сломить мой дух. Видите эту ножевую рану на моем плече? Эти синяки по всей руке, а когда я попробовала раз закричать в окно, мне забили в горло кляп. Пять дней длилось это тюремное заключение. И есть мне давали совсем мало, только-только, чтобы с голоду не умереть. Сегодня, к часу дня, мне принесли хороший завтрак, но я сразу понял, что в него что-то намешали. Помню, меня в каком-то полусне не то вели, не то несли к карете, в том же состоянии посадили в поезд. Только, когда дернулись колеса, я вдруг поняла, что моя свобода в моих руках. Я соскочила, меня пробовали втащить обратно, и если бы не пришел на помощь этот добрый человек, который усадил меня в свой кэп, мне бы не вырваться от них. Теперь, слава Богу, им уже мной не завладеть никогда. Мы все напряженно слушали этот удивительный рассказ. Первым прервал молчание Холмс. Трудности для нас еще не кончились, заметил он, покачав головой. С полицией наше дело закончено. Начинается работа для суда. В том-то и суть, сказал я. Ловкий адвокат сумеет представить это как меру самозащиты. За ними может числиться сотня преступлений, но судить их будут сейчас только за это одно. Но нет. Бойко возразил Бенц. Не так он плох, наш закон. Самозащита это одно, а умышленно заманить человека с целью убить его это совсем другое. Какой бы опасности вы от него не страшились, нет, нет, нам ничего не поставят вину, когда обитатели дозорной башни предстанут пред судом на ближайшей сессии в Гилфорде. История, однако, говорит, что если тигр из Санкт-Педро получил наконец по заслугам, то это случилось еще не сразу. Коварный и смелый, он со своим сообщником ушел от преследователей, зайдя на Эдмонтон стрит в какой-то пансион и выйдя из него задними воротами на Кэрзер сквер. С того дня в Англии их больше не видели. А полгода спустя в Мадриде в гостинице Эскулиал были убиты в своих номерах некий Маркиз Мантелева и его секретарь Синьор Рулия. Преступление приписывалось нигилистам, но захватить убийц так и не удалось. Инспектор Бэнс зашел к нам на Бейкер-стрит и показал газету, где описывались темное лицо секретаря, властные черты хозяина, его магнетические черные глаза, его косматые брови. У нас не осталось сомнений, что правосудие, хоть и запоздало, наконец свершилось. Сумбурное дело, мой дорогой отцин, сказал Холмс, покуривая свою вечернюю трубку. Вам едва ли удастся представить его в том сжатом изложении, которое так любезно вашему сердцу. Оно раскинулось на два материка, охватывает две группы таинственных личностей и вдобавок осложняется присутствием респектабельного гостя, нашего друга Скотт Эклоса, привлечение которого показывает мне, что покойный Гарсива обладал вкусом к интриги и развитым инстинктом самосохранения. Тут замечательно только то, что в дебрях всяческих возможностей мы с нашим достойным сотрудником инспектором Бэнсом оба цепко ухватились за самое существенное и это правильно вело нас по извивам кривой дороги. Что-нибудь все-таки останется, что не совсем вам ясно. Чего ради возвращался повар Мулат? Думаю, на это нам ответит та странная вещь на кухне. Человек этот, неразвитый дикарь из глухих лесов Санкт-Педро и это был его фетиш. Когда он со своим товарищем бежал в их заранее подготовленное убежище, где, несомненно, уже засел кто-то из сообщников, товарищ уговорил его не брать с собой такую громоздкую улику, но сердце Мулата не могло от нее оторваться и на другой же день он потянулся к ней. Заглядывает в окно, видит полисмена. Дом занят. Он переждал еще три дня, и тут его вера или его суеверие толкнули его сделать новую попытку. Инспектор Бенц, хотя перед мною и делал вид, что недооценивает этот инцидент, на самом деле со свойственной ему проницательностью понял все его значение и расставил Мулату ловушку, в которую тот и попался. Что-нибудь еще отцом? Растерзанная птица, кровь в ведре, обугленные кости, вся тайна ведьминской кухни. Хомс улыбнулся, раскрывая свой блокнот на длинной выписке. Я провел целое утро в британском музее, читая по этим и смежным вопросам. Вот вам цитата из книги «Вудуизм и негритянской религии». Убежденный вудуист никогда не приступит ни к какому важному делу, не принеся установленной жертвы своим нечистым богам, дабы умилостливить их. В чрезвычайных случаях эти обряды принимают вид человеческого жертвоприношения, сопровождающегося людоедством. Обычно в жертву приносится белый петух, которого раздирают на куски живьем или черный козел, которому перерезают горло, а тело сжигается. Как видите, наш темнокожий друг проводил обряд по всем правилам своей религии. Да, отцы, дикая история, добавил Холмс, медленно закрывая на застежку свой блокнот. Но, как я имел уже случай заметить, от дикого до ужасного только один шаг.